Всем привет, с вами Максимадзе, и сегодня мы посмотрим на несколько худших копий Майнкрафта на андроиде именно. Майнкрафт, я думаю, вы все знаете, очень хорошая игра, но, собственно, на них кучу всяких пародий и копий сделали. Сегодня мы посмотрим на четыре плохих копий на андроиде. Начнем мы с игры Мультикрафт Фриммайнер, которая почему-то сегодня исчезла из плей-маркета. Я вчера написал отзыв отрицательный к игре, и она исчезла из плей-маркета почему-то. Я не нашел ее ни в телефоне, ни в глуз-таксе. Ну, давайте начнем, давайте откроем игру. Как вы видите, в игре есть реклама. Меню, конечно, сразу же выкидывает нас в создание миров. Ну и еще, что я скажу, примерно раз... Как вы видите, раз в две-три минуты влезает видеореклама, без возможности пропуска. Ее довольно много. Здесь есть создание обычных миров. Можно также нажать и поставить здесь галочку, и режим станет креатив. Не знаю, но при первом запуске почему-то у нас сразу же создано пять миров. И, кстати, что вы видите на экране, это не проблема записи. Эта игра действительно такая мыльная, что это просто ужас. Глаза режутся просто. Давайте... Я создал мир, вот этот вот, и давайте посмотрим на него. Что же мы в нем увидим? Загрузка этих миров довольно долгая. Даже на смартфоне. Игра, кстати, очень... Игра, кстати, дико логучая. Животные здесь, ну прям очень криповые. Овечки здесь почему-то все черные. Их почему-то нельзя убить. Как тебя убить, а? В этой игре еще так много багов. Почему-то во всех этих... Используют текстурбак под названием... Фу... 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 Что насчет графики? Почему она убогая? Почему все такое пиксель? Нажав на бинокль, мы можем изменить дальность прорисовки. Здесь можно включить мини-карту, и это один из плюсов игры. На эту кнопку выбрасывается предмет. Джойстик очень неудобный. Управление дико раздражает. Крафт в этих играх очень неудобный. Инвентарь практически один в один, как в Мейкрафте. Почему-то предмет часто уезжает в этот угол. Я долго... Я пытался, когда играл в эту игру, создать ферстак, но ничего не получалось. Ставился один блок, и его никак, бельки, нельзя было разделить. Я после увидел вот этот вот слот, которого нет в оригинале. И знаете, что он делает? Да, конечно. Разделяет блоки. Зачем? Надо это делать, блин. Даже на андроиде он есть. Обычный Майнкрафт. Обычный Майнкрафт на андроиде уже был удобный и приятный. Даже там был такой же инвентарь, и там не надо было вот так вот этим слотом разделять блоки. Ну вот, вот кто это придумал, а? Ну это что за пипец, а? Овечки, кстати, почему-то здесь все черные, свиньи, упрутые. Из новых мобов я увидел только медведя. Надо его только найти, наверное. Вот, вот это вот кто? За кто ходит? Это овечка такая. Почему они на червах все? Звуки у животных, ну прям, очень криповые. От них просто тошнит, блин. Из плеймаркета исчезла, поэтому я не могу показать ни описание, ни комментарий. Самое главное там, это то, что все отзывы и оценки накручены. Для того, чтобы эта игра выбивалась в топ по поиску, либо попадала в рекомендованные. Плохих оценок, плохих оценок почти что нету. Их ставят настоящие пользователи, которые скачали этот ужас. Давайте я... Здесь есть медведь, кстати, из новых мобов. Мобов. Который очень странно двигается. Он каждую пару блоков садится на него, а потом встает и продолжает свое движение. Вот он, медведь, смотрите. Вот он. Подойдем. Ай, какая игра все-таки логучая. Медведь. Я поставил верстак случайно. Вот видите, медведь. Медведь двигается очень странно. Каждый пара блоков садится, встает и продолжает движение свое. Давайте войдем в креативный режим и посмотрим. Ну и как всегда, опять реклама была. Давайте выйдем отсюда и... Перейдем... А, хотя ладно, не надо. Также в игре есть мультиплеер. Правда, он не рабочий. Хотя некоторые сервера здесь работают. Коннектится довольно долго. Когда открываешь какой-то либо сервер с мини-играми, толком ничего не понятно. Какой-то текст появляется. О, господи. И эта долгая загрузка реально раздражает очень сильно. Ноль процентов опять. Ноль. Быстрее грузись, грузись быстрее. Ну что это за... Долгая прогрузка, а? Да уйди. Уйди, блин. Кстати, здесь никаких претензий к чату нету. Но когда играешь на смартфоне, то чат занимает весь экран игры. И в игре нет никаких настроек. Вы не сможете его выключить или сделать меньше. Он всегда будет одного размера. Как я уже сказал, некоторые сервера здесь работают. Но людей там очень мало. И в основном они все почему-то стоят и ничего не делают. Скорее всего, это обычные боты, которые своим присутствием показывают, что, мол, на этом сервере есть люди. Ну, собственно... Думаю, вы сами понимаете, для чего сделана эта игра. Давайте перейдем к следующей игре. Она называется... Cube Craft. Building and Survival. Давайте зайдем в Play Market и посмотрим на нее. Здесь она там и есть, конечно. Cube Craft. Крафт. Вот. Вот эта игра. Игра очень популярная. Скачание у нее больше, чем 10 миллионов. Много тысяч отзывов. Но именно... Да, это мой комментарий отрицательный. Я уже пробовал поиграть в эту игру. Эти отзывы меня тоже смутили, ибо они тоже накрученные некоторые, наверное. Хотя, может, и нет, на самом деле. Могу, конечно, ошибаться. Самая негативная оценка почти дала самую высшую положительную оценку. Ну, давайте, собственно, почитаем описание. Cube Craft. Это игра в режиме песочницы, где есть биомы, сохранения, всякие строительства. Ну, и, разумеется, крафтинг. Куда же без него? Давайте откроем игру и посмотрим на нее. Игра создана на движке Unity. Собственно, здесь мы видим 2D элементы Майнкрафта и почему-то настоящие фотооблаков из реального мира. Здесь все логотипы игры и кнопки сделаны на специальном сайте, который называется TextCraft. Сейчас я вырежу, потому что, когда я нажму на старт, вылезет видео реклама. Но, хотя, с возможностью пропуска. Да, действительно была реклама, но, к счастью, можно было ее пропустить. Управление в этой игре неудобное. Здесь большая крестовина для моих рук. Посередине есть кнопка с прыжком. Это довольно неудобно, учитывая, что автопрыжка в игре нет. Здесь мир очень ограниченный. Блоков здесь, наверное, 512. В длину мир, наверное, где-то 512 блоков. Так, следующее у нас это то, что облака. Смотрите, какие они пиксельные и пасмурные. Они нереалистичные. Они даже не двигаются. Это просто сететичная фотография настоящих облаков. Разработчик решил, что сюда подойдет именно темное облако. Процесс поломки блоков довольно долгий. Нажимаем на блок и он добывается. Блоки ломаются довольно долго. У нас почему-то сразу каменная кирка есть, которая бесконечная в использовании. Нажав на кнопку More, мы попадаем в инвентарь, где у нас доступно еще 30 слотов. Здесь их только 5. Их предметы никак нельзя сюда поместить. Следующий слот называется... Следующая вкладка Крафтинг. В описании написано, что в игре есть Крафтинг. Так вот, его тут нет. Точнее, пока мы с вами крафтим предметы в 2018, они крафтят в 2018 году. Чтобы вы понимали, уже нет перстака. Мы крафтим все в инвентаре. В нескольких слотах. Точнее, здесь... Точнее, их тут 5. Здесь всего лишь 5 предметов можно скрафтить. Нажимаем на кнопку и все, и вещь скрафтена. Крафт очень дорогой. Это просто пипец. Не мешай мне, я ролик записываю. О, нет, не буду я ничего смотреть. Некогда. Некогда мне сейчас, говорю. Я говорю некогда мне. Я ролик вообще-то записываю, блин. Извиняюсь. Извиняюсь за это. Следующая вкладка называется «Бесплатные алмазы». В которых написано, что мы можем смотреть неограниченное количество раз рекламу. И получав бесплатные алмазы постоянно. Но самое главное, это то, что алмазов в самой игре вообще нигде нету. Вы их никак не сможете достать, если только не посмотрите рекламу. Следующая кнопка, кнопка «Сохранить мир». Да, нажав на кнопку, у нас сохраняется мир. Сарказм, игра не сохраняет ваш мир. Кнопка сделана здесь просто для красоты. Кстати, давайте я вам... Давайте уйдем отсюда. Кстати, давайте перейдем к другой игре. Я вам пока расскажу, почему у меня так долго не было роликов. Я пытался записать ролик с симулятором козла. Я его выложил, но записался только кусок экрана. Я решил сделать перезалив. После того, как я его долго загружал на YouTube, у меня крашнулся YouTube. Потом я не мог несколько дней зайти в YouTube. Потом у меня было очень много с ним проблем. И сейчас я решил другой ролик заснять. «Top Craft Building and Survive» Следующая игра называется. «Здесь у нас вместо скриншотов игры самый обычный скриншот из ПК-версии Майнкрафта. На втором скриншоте виден настоящий телек из... Бесит, когда вылетают приложения. Там настоящий телевизор был, который был криво вставлен в фотошопе. Там даже... Там даже белые полосы по краям не додумались стереть. Это уже должен настораживать нас. Здесь у нас очень странный интерфейс после того, как мы заходим в игру. Мультиплеер, играть и настройки. Каждый раз нажимая на настройки, будет показываться реклама. Здесь ничего толкова нет в настройках. Мультиплеер не рабочий. Я пробовал. После того, как я зашел в игру, я понял, что этот мега-разработчик использовал с их целью. Старый Майнкрафт на Андроид. Просто переделав интерфейс и использовал в текстурпак под названием Ragecraft Fights Fall. Ничего из того, что было показано в скриншотах, нету. В том числе и плазменного телевизора, как вы уже сами поняли. А таких игр у этого разработчика целых 5 штук. У них другое, конечно, название, но и немного измененная картинка. В каждой из игр он использовал одни и те же скриншоты, даже не пытаясь добавить что-то новое. Следующая игра, на которую мы посмотрим, называется Мистери Крафт Крафтинг Геймс. Сейчас посмотрим. Не очень красивая иконка. Скриншоты оригинальные. Тут очень красивые постройки. Ну, собственно, здесь очень много накрученных отзывов. Собственно, вот этот самый-самый дебильный отзыв. Я ему могу... Ну, да, тут матерки еще всякие пишут. 50 до 100 тысяч скачиваем. Настало время прочитать описание. Ну, это просто полнейший трешак. В игровых играх тайны, создающих игры, зомби будут самым опасным для вас, все после всего, что вы видели. Нет, это не простая толпа с улучшенными характеристиками и измененным поведением. Это создает угрозу для всех тех, кто попал на эту арену. Хотя босс выглядит как зомби. В алмазной броне он обладает сверхспособностями и различными типами атак. О-о-о-о! Как же у меня просто бомбит от этого описания. Лучше бы они даже не переводили. Запускаем игру и мы видим вот такую вот заставочку. Некрасивую. Тело в том, что здесь не убрали иконочку управления. Запускаем и у нас очень знакомое меню создания мира. Этот разработчик тоже использовал старую версию оригинального Майнкрафта. Ничего из того, что было показано в скриншотах, опять же таки нету. Ни города, ни построек. Даже звуков у самой игры почему-то нет. Хотя может быть это из-за того, что у меня звук отключен. Здесь есть чат. Наполовину другие текстуры. Здесь. Все. Прямо вот все, что в этом Майнкрафте из геймплея меню. Это все нагло просто скопировано. Кстати, анимации огня нет толком никакой. Единственное, только что дым из пузырьков. Большой достаточно выбор блоков. Много чего здесь интересно найти можно. Много всяких жителей и так далее. Кстати, так же как у предыдущего разработчика. У этого тоже 5 точно таких же Майнкрафтов. Только с разными названиями и иконочками. Собственно, описание говно. Это сама игра тоже. Заработчики лживые да наглые. Я даже, кстати, не удивлюсь, что это один и тот же разработчик просто с разных аккаунтов. Не, ребят, давайте заканчивать. Это просто невыносимо. Ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я, конечно, не настаиваю. Пока. С вами был Максим Акс.